одним из самых лучших способов восстановления функционирования голеностопного сустава и вообще всего паттерна шага будет это один из самых мощных инструментов посредством которого вы можете вылечить свое тело сделать себя более здоровым сильным и счастливым это приводит в лучшем случае к разрыву некоторых связок сухожилий в худшем случае к перелому костей всем привет друзья я станислав черноног автор и создатель школы векторного массажа и соматики мы с вами поговорим сейчас о такой очень важной теме как паттерн шага это видео мы записываем прежде всего для того чтобы вы лично могли проверить насколько у вас все хорошо или плохо с паттерном шага стоит ли вам обращать на это внимание паттерн шага это вообще та штука которая должна если она существует у вас если она правильно работает вас лечить это один из самых мощных инструментов посредством которого вы можете вылечить свое тело сделать себя более здоровым сильным и счастливым с другой стороны если паттерн шага у вас неблагополучен то любая прогулка бег ходьба будет вас калечить поэтому целью этого видео является дать вам инструменты понимания лечит ли вас паттерн шага который у вас есть или калечит вас паттерн шага которые у вас есть стоит ли вам гулять как вы гуляете в повседневной жизни или стоит применять какие-то особые усилия для того чтобы исправить свой паттерн шага первое что мы сделаем и я рекомендую вам запастись карандашиком остановить это видео и запастись карандашиком и рулеточкой сантиметром посредством которого вы измерите разность длины шага остановите видео и вот вы уже с карандашиком из рулеткой и сделаете шаг правой ногой замерьте по пяточки расстояние которую вы совершили в шаде а потом вернитесь назад сделайте шаг левой ногой попытайтесь быть максимально естественными попытайтесь не жульничать по отношению с собой не пытайтесь представить как будто у вас одинаковые шаги и вы вообще здоровы и все у вас прекрасно нашей целью является определение истины а не как вы будете выглядеть в глазах непонятно кого ходим правой ногой зафиксировались и теперь несмотря на ручку ходим левой ногой вот мы обнаруживаем разность в шаге порядка двух-трех сантиметров это уже достаточная длина для того чтобы коренным образом говорить о асимметрии левой и правой половины скручивание по правой наде происходит гораздо в меньшей степени чем скручивание по левой наде шаги должны быть одинаковой длины если вы замечаете что разность шагов у вас более двух сантиметров это причина для того чтобы насторожиться в случае с нашей модели у нее повернут таз в левую сторону левая часть таза выведение вынесена вперед и это приводит к тому что то с левой стороны более активно перемещается вперед это будет приводить нас к тому что с левой ягодицы скорее всего будут большие проблемы следующим элементом на которые стоит обратить внимание когда вы шагаете на какую часть стопы вы наступаете наступаем вперед правой ногой и отступаем назад и наступаем вперед левой ногой правильная история когда нога наступает на пятку а потом уже перекатывается на носок в случае нашего пациента наша модель наступает сначала на носочек а потом опускает стопу на пятку это связано с тем что у нее есть пяточная шпора и она бережет свою стопу если вы обнаруживаете в себе то что вы перед тем как поставить пятку сначала ставите ногу на носок это является показателем неблагополучия вашего шага наша задача сначала наступать на пяточку а потом перекатываться на носок через боковую поверхность стопы дело в том что наша стопа существует из двух опорных главных костей это пяточная кость и таранная кость если мы говорим о пяточной кости то от нее идут кости кубовидная и 4 5 плюс него и кости а если мы говорим о таранной кости то речь идет о первых трех пальцах крепящихся к ладивидной кости когда мы совершаем шаг то мы должны сначала опереться на пятку причем это должно происходить в состоянии когда у нас максимально выведены на себя пальцы после чего мы должны осуществить перекат через внешнюю поверхность через внешнюю поверхность мизинца а потом в самом конце мы должны прийти основанием пальца и тремя первыми пальцами и на них вывести основную нагрузку это очень рационально с точки зрения того что нагрузка передается непосредственно с первых трех пальцев на таранную косточку а дальше на большеберцовую кость очень часто история когда люди наступают непосредственно кончиками пальцев и передают нагрузку сразу на пяточную кость и это весьма не экономично это делает работу в таранно-пяточном суставе неустойчивым и это является проблемой для всего организма это дестабилизирует и кости свода стопы это выдает неправильную информацию о том о той поверхности на которую вы наступили всему организму это приводит к тому что нарушается функционирование органов брюшной полости это приводит к тому что происходит нарушение функционирования головного мозга и множество других столь же существенных проблем и третьим пунктом на который вы можете обратить внимание в рамках своей личной самодиагностики чтобы понять все ли у вас хорошо с паттерном шага это послушать как вы ходите походите в свободном режиме туда-сюда быстро и естественно чтобы на некоторое время забыть о том что вы ходите отвлекитесь на какие-то мысли и оставьте какой-то кусочек своего сознания чтобы он наблюдал за тем как вы ходите насколько одинаково звучат ваши ноги слева и справа случае с нашей моделью это не столь очевидно потому что мы некоторое время пролечили ей стопы полечили и пяточную шпору и шаг заметно изменился в лучшую сторону однако для большинства людей могу вам посоветовать поэкспериментировать и понаблюдать своих близких как они ходят в тапочках как они ходят в обуви вы обнаружите что одна нога шлепает в том случае если стопа падает обваливается передней частью на носок или в каких-то случаях люди топочут громко гремят пятками об пол вставляют пятку прямо и жестко в пол и этим создает довольно громкий звук таким образом послушайте как вы ходите и обнаружите и многие из вас удивлением и расстройством обнаружат что звук от левой и правой ноги будет сильно различаться правильная история когда звуки одинаковы и звуки не очень громкие приход на пятку должен быть максимально мягким потому что когда пятка приходит жестко то это травмирует колени и травмирует голеностопный сустав далее не должно быть никакого шлепка от того что нога опускается на пол если существует шлепок то значит у вас есть проблемы с мышцами которые удерживают стопу в тыльном сдебании кроме того звуки от шагов должны быть максимально одинаковыми если одна нога тихая а вторая громкая то с громкой ногой проблемы если одна нога гремит пяткой а вторая шлепает то с одной стороны надо заниматься коленями а с другой стороны надо заниматься мышцами тыльными сдебателями стопы и вот многие из вас вы обнаружат что длина ног разная что приходит нога то вместо пятки на плюс ну что ноги звучат по-разному что с этим делать во первых внимательно наблюдаете за тем как вы ходите осознанное внимательное хождение будет инструментом посредством которого вы сможете исправить свой шаг наблюдайте почему вам одной ногой удобнее ходить а другой неудобно в каком месте находится то причина которая мешает вам ходить симметрично все-таки старайтесь наблюдать за тем чтобы нога приходила на пятку а потом уже приходила на носок наблюдайте за фазой переката очень существенная часть здорового хождения сводится к тому что когда мы ходим левой ногой мы должны вперед вытянуть правую руку и с другой стороны когда мы ходим правой ногой мы должны вперед вытянуть левую руку освобождаете свои руки от односторонних сумок если вам надо что-то носить носите рюкзак что-то что вы можете симметрично расположить по своей спине кстати говоря очень у многих людей паттерн шага нарушается в результате перелома костей голени или проблем с подворачиванием ноги наружу когда вы ходите и у вас нога протидывается во внешнюю сторону в этом случае при переломах чаще всего ломается мало берцовая косточка дело в том что в голеностоп на суставе может быть выполнено только движение с дебания раздебания движение бокового вращения и версии и инверсии если говорить умным языком выполняется в пяточно таранном суставе если вы пытаетесь выполнить движение внутреннего с дебания или наружного с дебания в голеностопном суставе то это приводит в лучшем случае к разрыву некоторых связок и сухожилий в худшем случае к перелому костей и вот если вы столкнулись последствиями этой травмы то одним из самых лучших способов восстановления функционирования голеностопного сустава и вообще всего паттерна шага будет движение на велосипеде когда вы множество раз сгибаете и раздебаете стопу когда вы выполняете тыльное сгибание и подошвенное сгибание стопы очень важным моментом здесь является то что ваша нога фиксирована и существует очень ограниченный диапазон движения то есть вы не нагружаете боковыми сгибаниями ваш проблемный сустав для того чтобы привести этот сустав порядок вам потребуется выполнить несколько тысяч сгибание раздебание лучше всего это сделать при помощи велосипеда использование велосипеда езда на велосипеде и прежде всего сгибание раздебание голеностопного сустава позволит вам продвинуться продвигаться в восстановлении в два раза быстрее если вы хотите более углубленно узнать про паттерн ходьбы если вам важно узнать как его нормализовать как различается мужской и женский паттерн ходьбы каким образом паттерн ходьбы влияет на внутренние органы на состояние костей черепа на прикус то подписывайтесь на наш канал ставьте лайки это канал на котором мы говорим про сложные вещи простым языком с вами был станислав черноног автор и создатель школы векторного массажа и соматики до новых встреч друзья